Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Лайв, и у нас с вами рубрика по комментариям. И вы знаете, я даже не заходила к Уралке на канал, даже не заглядывала, что там пишут хомяки. Мне как-то абсолютно было безразлично, заметили они вранье уральское или не заметили. Мне вот как-то было по барабану. Мы прекрасно с вами понимаем и знаем, что друзей у Уралки нет, которые бы свободно пустили таджиков в свою квартиру. Но согласитесь, какая там может быть родня? Ну скажите, какая родня? При том, что Уралка бы сказала родня, но она сказала друзья. А какие друзья? Какие друзья? Уже смешно просто становится. Я думаю, что даже брат Уралки, который с ней общается, и то не пустил бы в квартиру таджиков. Поэтому здесь всё понятно. Кстати, ребят, когда Уралочка была на даче, и они там говорили про плитку, что вот тут плитка лежит, всякое такое, да. И потом они дома тоже находились, там сарафан топтался, Уралка говорила, что ой, тепло сидела за столом. Что-то как-то я, знаете, вот не наблюдала там их кабину душевую. Может быть, как раз по той причине мы не наблюдали с вами душевую кабину и прочих паричиндалов, которые должны были использоваться для ремонта ванной. Они их увезли в новую квартиру, и в новой квартире делают ремонт. Хотя, ребят, я говорила, что у меня мнение, что сарафан планирует Уралочке сделать ремонт, а квартиру он купил себе, и у него нет планов, чтобы жила там Уралочка. И я почему-то думаю, что он должен сделать ремонт Уралкой в ванной и туалете, ну там совмещен, для того, чтобы было и ей хорошо, уютно, и себе. Ну и понятное дело, что в квартире, возможно, делается ремонт, и, возможно, по той причине не всегда у них видосы выходят, сарафана нет. Он занят ремонтом, но Уралка действительно, когда она выходит вся отекшая и опухшая, вся страшная, да, нечесанная, это потому, что она и ревет, и закидывает за воротник. Она понимает, что она ничего изменить уже не может. Она просто это прекрасно понимает. Но отказаться и вышвырнуть его из своей жизни она тоже не может. Как она будет жить? У них, получается, общий бизнес. И я даже зачитаю комментарий. Квартира у Сафочки с женой и детьми. Может, и ремонт делают, и душевая кабина там. Вот и стал тявкать больше таджик на кочуру. Просто если тандем разойдется, у таджика не получится ролики пилить. Не получатся ролики. А кочура не сможет монтировать. Понимаете, и их по отдельности не будут так смотреть, как их смотрят вместе. Там восхищаются хомяки. Такая любовь, такая любовь. Такой заботливый сафарчик. Всем бы такого мужа. Уралка как раз-таки все это подогревает золотишком. И золото неспроста он ей прикупил. Да, чтобы показать, да, скажем так, что, ой, там любовь-морковь. Но я думаю, что еще, возможно, не от своей-то воли сарафанги и купил. Пошел, да, и якобы купил, потому что у него прям такая любовь к Уралочке. Тут да и не любовь, и не уважение. Я просто думаю, что Уралка просто поднажала на него. Что, ну, что это такое? Ты же говорил. Ты же говорил. И, возможно, как раз-таки все это было для видео. Уралка просто с него не слезла. Что докажи, надо же доказывать. И что это такое? Ты обещал сережки купил и обещал еще купить. Ну и сейчас, сарафан, ты обещал, где кольцо для Уралочки и где браслет с бриллиантами. Срочным образом надо все это дело прикупить для любимой жены. А то себе квартирку и семье. А у Уралочки всего лишь какую-то цепочку. Ну, не всего лишь, конечно же, она дорогая. Но квартирка-то дороже, поэтому можно раскошелиться и на браслет дорогущий под 200 косарей. Ребят, дальше читаю комментарии. У нас, говорит Уралка, раннее утро. Это в 9 утра раннее утро вообще сбрендила. Ну, Уралочки, раннее утро, 9 утра, ну что, если она привыкла дрыхнуть до 12. Точно так же, как пиратка, та вообще до 3 дрыхнет. То для Уралки это нормальное явление. Это мы с вами, ребят, ходим на работу. Мы встаем ранним утром, и мы уже привыкли, да, к такому режиму дня. Рано вставать, поздно ложиться. Ну, кто-то рано ложится. Я очень поздно ложусь. Я порой конкретно не досыпаю. И где-то, если получается у меня дремануть во второй половине дня, да, где-то уже ближе к вечеру, то это, конечно же, за счастье. Ну, а Уралочка привыкла валяться в кровати с утками. И потом, как солдатик, подыматься, когда сафарчик прибегает на съёмки. Именно прибегает. Поэтому, ребят, для неё 9 утра – это раннее утро. А друзей он привёз, ребят, Ирку, для того, чтобы она, может быть, как-то развлекла Уралку. Возможно, Уралка не в себе, возможно, она с ним скандалит, ругается. А тут как раз-таки, да, что и с друзьями мы не поругались, мы с ними общаемся, но только не показываем в своих видео. И заодно Исраил в квартире что-то поможет сделать. А Уралочка с Ирочкой посидит, да, поразвлекается, да, позакидывает за воротничок. Хотя как-то не очень-то было заметно, да, что Уралка как будто с Будунища. Хотя я уж не разбираю, когда она с Будунища, когда нет, но уж когда совсем заплывшая и очень уж заметно, тогда понимаешь, что неспроста она такая. И дальше. Чего тут непонятного? Часть продуктов оставляют Ольги. Остальное всё сафар увозит в семью, жене и детям. Большого ума не надо, чтобы понять их простую арифметику. Согласна. Поэтому столько продуктов они постоянно тащат из магазина. И частично, да, сарафан забирает себе какую-то, возможно, молочную продукцию, где-то какую-то колбасу. Ну и, естественно, и Уралки оставляет, чтобы тоже не померла с голодухи. Ну и дальше. Говорит, мы такие гостеприимные. Люблю готовить для гостей. Уж не смешила бы мои тапочки. Какие у них гости? У неё зимой снега не выпросишь. Кроме зигавантов никто к ним не заходит. Они дуни кусочек мяса раз в месяц с дрожащими руками отщипывают. Гостеприимные вы наши. Действительно. Вот, ребят, когда у них какие гости были? Вот когда у них были гости? Действительно, кроме зигавантов, в последнее время вообще Уралка не общается ни с кем. Ни с кем! Потому что он уже успел всех отвадить. Самое главное, в первую очередь, что он сделал? Он отвадил сестру. Я до сих пор, ребят, вспоминаю этот видеоролик. Я когда-то обозревала его. И, по-моему, даже несколько раз. Где сидели они, ели рыбу, которую на мангале жарили вдвоём с Сарафаном. И Уралка рассказывала, что сестра не одобрила её поступок. Что Уралка привела в дом таджика. А Сарафан сказал, что якобы сестры муж терпеть не может гастарбайтеров. И сказал, что якобы он хрю-хрю, то есть он свинья. Обозвал свиньёй Уралкиной сестры мужа. И самое главное, он сделал всё. С сестрой разуругал. Уралка всё равно выбрала таджика. Всё. И у него уже была свобода, да, к своей цели. Он уже понимал, что помех не существует. Никто Уралке в уши жужжать не будет. С сестрой не общается и замечательно. Ну и дальше. Мне сегодня показалось, что Уралка так ненавязчиво прорекламировала канал Ирки. Подписчикам предлагала видео из музея Демидова посмотреть на канале Дегавантов. Просмотров у той, наверное, немного. Уралка решила подсобить своим друганам, тем самым увеличить просмотры. Да, но она это делала как-то, вот знаете, и правда ненавязчиво. То есть ей не очень-то хотелось, чтобы у Ирки были просмотры. Но, тем не менее, она медвежью услугу оказала. Хотя недавно, по-моему, недавно, она, по-моему, в сообществе давала ссылку на канал Ирки, если я не ошибаюсь, если она не удалила. Ну и дальше. Савка на базе и подстригся, и обслужился, а эта колода в машине сидит. Ну и ответы. Не нужна она там, засмеют их обоих. И дальше. Блохастику вонючему стыдно на базу с баржей 250 килограмм ходить. Конечно, его там засмеют. Дальше. Ютуб, где мой коммент? Вам не кажется, что вы наглеете? На вас управу найдем, наглецы. Да, ребят, в последнее время либо застревают комментарии, и я их потом просто достаю в папке, где на проверку отправлены комментарии, либо они вообще улетучиваются. Но знаете, бывает и такое, комментарий пропал, а через несколько дней он может появиться. Ну, чудит Ютуб по-своему, что ему не нравится. Иногда обычные комментарии вот читаю, которые одобряю. Ничего не вижу абсолютно плохого, абсолютно ни одного слова плохого. Почему он отправляется именно туда, вот понять не могу. Так что, ребят, тут я ни при чем, поэтому я и зачитала этот ответ. По поводу того, что Уралка сидит в машине, я просто думаю, что сарафан ей не позволяет выходить. Ну, или навешает ей лапши, что чё ты поползёшь, чё ты там пойдёшь, я сейчас тут всё быстро-быстро, а с тобой мы будем долго, я тут всех знаю, поэтому я всё быстро порешаю. Ну, а в парикмахерскую чё она за ним попрётся? Точно так же навешает ей лапши, ты посиди, чего туда идти, я быстро подстригусь и приду. Вот и получается, что она сидит в машине. Да ей, как понятно же, да, лишний шаг с трудом даётся. Хотя, вы знаете, я вот это вот говорю, да, представляю, как она носится по карнавалу, да, и ничего ей не болит. Как она носится по супермаркетам и жрачку скупает, и тоже ей ничего не болит, да. А тут прям вот она торчит в машине. Я думаю, указание Сафара, ему действительно просто стыдно с ней таскаться. Ну и дальше. Не пойму, а жена Сафара как смотрит на эту ситуацию? Моё – это моё, а Уралочка с какого боку? Ну и ответы у них всё по-другому. Дальше. Уралочка – это работа, Сафки – ничего личного. И дальше. Какое же враньё у этой Уралки? Всё наиграно. Оля, ты молодец, всё правильно видишь. И они по твоему сценарию всё делают. Но такого вранья, как у Уралки, нет ни у одного блогера. Ну, есть ещё парочка блогеров, которые тоже брешут, да, и лямзят сценарий друг у дружки. Но да, у Уралочки действительно уж сценарий так сценарий. Заврались они окончательно, начиная со знакомства с Сафкой и с бывшим мужем, что он знаком был и знал его при жизни. Далее возраст Сафара, потом вот это вот якобы замужество, но там есть брак, потому что без брака Уралка ему не нужна. Она невыгодная пассия без брака для него. Ну, и это семья, как они позиционируют себя. Любящая пара, которая не может друг другом надышаться, нанюхаться не могут. Фу, говорю нанюхаться, и мне прям не по себе. В общем, одно, ребят, сплошное враньё. Ну, и дальше. Весь ролик пропыхтела. Пуф, пуф, пугала. Я даже посмеялась над этим комментарием. Ну, потому что Уралка постоянно мычит, пыхтит. Это от того, что она не может связать двух слов. Для неё построить предложение и что-то сказать – это целая проблема. Вот поэтому она постоянно мычит, пыхтит. И так и получается. Ну, и дальше. Скоро очередное шоу будет малому 12 лет. Точно, ребят, скоро и правда будет очередное шоу с подарками, да. И праздник посмотрим, какой они ему устроят. Может быть, детей одноклассников Абдугани позовёт. И может, организует прям съёмки. Хотя, ребят, я сомневаюсь. И я сейчас представляю Абдугани, что ему говорят в школе после этого видоса. В термальном бассейне. Вы представляете? Там же тусовался Абдугани, как он сидел в этой то ли парной, то ли как, да. Я уж в прошлый раз говорила, нос закрывал. И непонятно, чего он этот нос закрывал. Как он везде как раз-таки с Уралкой находился. Я представляю, что в школе скажут одноклассники. Вернее, что уже сказали. Я думаю, посмеялись над ним там прилично. Ну и дальше. Я вот что не понимаю. Этот таджик сидит со старухой из Вергиль, которая всю жизнь прожрала и просрала у него. Минус годы молодой жизни, которые невосполнимы. Минус дети, минус жена. Не поверю я в их сказку про семью, пока он свою баржу в кишлак к родителям не отвезёт. И ответ. Он снимет кино и свалит. Какой минус? Он, наоборот, в плюсе. На этом чудовище деньги делает. Помогает родителям. Семья настоящая рядом. А бегемот реквизит просто. В таджик Урал фильме. Вы знаете, ребят, то, что у него годы молодой жизни уходят, уходят. И уходят они не в том, что он находится рядом с ней круглосуточно. Нет. Потому что она изрядно тоже ему треплет нервы. Ну, её тоже понять можно. Он ей обещал золотые горы. А, можно сказать, оставил одну. Ну, правда, не у разбитого корыта пока. Пока они работают, но, опять же, непонятно, у кого деньги находятся. Возможно, деньги находятся у него, а не у Уралки. И ей только перепадает из походов в магазин. Ну, и шмотки для контента он ей покупает, да. Для того, чтобы, ну, все верили, что там семья, да, любовь, морковь, огурец, баклажан. Что там у них ещё? Кабачок, что они ещё тычут, да. И над чем ржут. И поэтому я думаю, что конкретно, конкретно нервы она ему треплет. Истерики она ему закатывает. Это, ребят, сто процентов. Я думаю, что Уралка ему тоже даёт жару. Она не из тех, кто будет молча сидеть. Но он тоже молча не сможет. Поэтому я думаю, что скандалы у них там частые. Неспроста она постоянно опухшая и зарёванная, и заворотник закинутая. И мы часто видим её якобы, ой, после болезни. Хотя эта болезнь называется великое похмелье и стресс. Ну и дальше насмеялась я с комментарием. Раньше смотрела турецкие сериалы, а теперь урало-таджикские. Врут на каждом шагу. Но, видимо, не знаю, что дураков надо искать в зеркале. Золотые слова. Ну просто золотые слова. Ну а дальше я ещё больше рассмеялась, прочитав комментарии от залётной хомячки. Ну купили квартиру, и пусть радуются. Завидно. Хотя бы, слушайте, правильно написала завидно, а не заведно. Да, мы так завидуем, что аж захлёбываемся от зависти. Ну и ответы. Ну купила и плевать. Ну зачем эта мерзкая парочка всё время в рот? Вот я о чём, ребят. Купили и купили. Но там совсем другая история. Поэтому они и врут. Квартиру-то купили не уралочки. Хотя, может быть, её туда водить на съёмки будут. Вот не знаю, не знаю. Эту-то квартиру продавать стопудово никто не будет. А знаете почему? Не потому, что уралочка не хочет, а потому что у сафарчика нет планов на уралочку. Ну и дальше ответы. Да, стали со своей завистью. У наших детей уже квартира и машину. А тут в 50 лет. Вот ведь достижение. Да и квартира-то кому? Сафарчику. У уралочки так и будет всю жизнь однушка. Резиновая однушка. И больше ей никто ничего не купит. Только ремонт в туалете и в ванной. Ну и, может, мебель поменяют. И то я сомневаюсь. Хотя, вы знаете, вот таджику в этом случае, его соотечественники, может быть, и позаведуют. Ну, а кому удаётся так быстро бабку обработать, заработать на ней бабло, да, на её здоровье, на её кишке, на её тупости и глупости, урвать столько бабосов и купить квартиру. Вот да, соотечественники точно могут позавидовать. Тут действительно, да, невеста на зависть. Жена на зависть, на которой Сафар урвал бабки, чтобы купить квартиру. Мои хорошие, спасибо огромное вам за комментарии, спасибо за ваше мнение, спасибо за ваш юмор, и спасибо за поддержку, и также поздравления на день рождения моего канала. Семь лет, прям школьный возраст. И огромное вам спасибо за то, что вы со мной. Вы лучшие, вы классные, вы замечательные. Буду я заканчивать. Пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.